Добрый день! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей виртуальной студии дорогой гость из Иерусалима Равин Михаил Финкель. Я приветствую вас! Шалом! Здравствуйте, уважаемый Ария! Приветствую вас в Иерусалиме и должен признаться, что я вместе с вами в Иерусалиме переживаю тот шок, который, наверное, охватил весь мир, когда мы видели, что произошло буквально пару дней назад и как афганское правительство, афганская армия пала, несмотря на разговоры американской администрации, лично Байдена, о том, что там 300 тысяч солдат, всего лишь там 45-50 тысяч талибов, и поэтому падение Кабула, падение Афганистана в руки талибов не обязательно. И вот это произошло. Каков ваш комментарий, каковы ваши чувства? Знаете, чувство дежавю. Картер точно также предал шаха Пахлеви в Иране в 79-м году. Байден, наверное, один из самых слабейших президентов Америки. Не могу не вспомнить императора Наполеона Бонапарта, который сказал, что выигрывают сражения не количеством войск, а духом армии. И он бил своих врагов многократно, имея куда меньшую армию, чем коалиционные армии Европы и России. Конечно же, вудсток, секс, кока-кола – это все замечательно, но это не объединяет. В этом нет пассионарности. А вот идеология, да, средневековая, да, дикая, да, варварская талибана – это идеология религии, веры, святости в их понимании, борьбы за эту святость и отсутствие страха отдать за это жизнь. Поэтому, конечно, не было ни малейших шансов у их врагов. То, что Байден ушел, ну, о чем это говорит? Дорого быть в Афганистане? Дорого. Солдаты гибнут иногда или ранения получают. Их лечить, хранить, пенсии выплачивать – дорого, очень дорого. Плюс выход из Афганистана – это будет благодарность от семей военных, которые будут благодарны Байдену. Они рассуждают все, конечно же, не глобально, не стратегически. После меня ходит потоп. Главное для любой матери, конечно же, чтобы ее сын пришел домой. Она будет уважать, любить и голосовать за того, кто ей это обеспечил. Вместе с тем это побег, это крах, это рассадник терроризма будет. Это будет удар по нам, по Израилю, конечно же. Там будут тренироваться террористы. Такие организации международные различные, какие мы знали, как Аль-Каида, как ИГИЛ. Многие аффилированные с ними. Это будет огромная база терроризма, которая будет нацелена и на Израиль, и на Европу, и на США. Это будет колоссальнейшая угроза для Узбекистана, для Таджикистана уже. Это удар по имиджу Америки колоссальный. Мне напоминает также побег из Южного Вьетнама. Да, это можно сколько угодно объявлять победой, но сколько поражения не объявляй победой, оно будет поражением. Кто такой Байден? Чемберлин, заигрывающий с Ираном, убежавший из Афганистана. Он еще наделает делов. Знаете, когда вы сказали Южный Вьетнам, я чуть было не услышал Южный Ливан, потому что, к сожалению, в Израиле есть опыт бегства из Южного Ливана, который, казалось бы, тоже был сделан для того, чтобы не убивали израильских солдат и чтобы прекратились там какие-то стычки с Хизбуллой. И потому Игуда Барака некоторые по сегодняшний день называют Игуд Барах. Барах, убежавший, мы с вами это знаем. И мы знаем, что это бегство, оно обошлось Израилю антифадой. То есть это вдохновило местных палестинских арабов восстать, увидев, что Израиль может победить тело и оружие. И в конце концов, это привело, конечно, и к гораздо большим жертвам среди мирного израильского населения и постоянной стратегической угрозе, когда они израильны нацелены сотни тысяч ракет из этого самого Южного Ливана. Ну и плюс есть еще одна важнейшая деталь. Это предательство наших союзников, южных христиан, которые были отданы на растерзание, эвакуация которых была неорганизована. И наше оружие попало в руки террористов. И в этом это просто символично, то же самое, что происходит сейчас в Афганистане. Но я совершенно с вами согласен. Предательство христианских союзников, маронитов на растерзание, которые были, так сказать, даны террористам Хизбала, и они буквально не успевали эвакуироваться, поскольку бегство израильских поезд было очень мгновенным, так сказать. Это, конечно, кошмар. Это кошмар, потому что это, посылает мысль о том, что на Израиль нельзя полагаться, это ненадежный союзник. Собственно говоря, то же самое происходит сегодня и во всем мире. Задумывается Украина, задумывается Тайвань, конечно, должен задумываться Израиль. Потому что вот сегодня было сообщение о том, что, оказывается, Джан Керри в 2013 году приезжал сюда раз за разом, уговаривая Биби Натаньяу уступить и создать палестинское государство, при этом при условии, что палестинская армия по модели афганской армии будет тренироваться американски и обеспечивать безопасность израильских граждан, проживающих на территории поселения или в Иерусалиме и так далее. Представляете, какой бы был кошмар, если бы тогда по модели афганской армии произошли бы соответствующие, так сказать, сценарии здесь. Поэтому, что вы думаете, израильское правительство, какое бы оно ни было, должно предпринять, поскольку ведь инициатива по созданию палестинского государства идет в полном ходу? Мне очень жаль, что сегодня власти у нас в Израиле, опять-таки, более левое правительство, чем должно было бы быть, а более левое – это всегда более слабое, это всегда более манипулируемое, более зависимое, более правительство, находящееся на внешнем управлении от мега-левых политических альянсов. Создание палестинского государства, подчеркну второго, потому что основное палестинское государство – это Иордания, конечно же, это катастрофа, это собственными руками вскармливание раковой опухоли, которая убивает Израиль. Я надеюсь и верю, что этого не будет, что Бог убережет от этого. У нас в Израиле можно только на Бога надеяться. Как и в прошлом, кто пытались создать палестинское государство, что они рухнут. Вспомним того же Эхуда Барака, который, помимо того, что убежал из Ливана, обещал Ясеру Рафату 96% территорий. Вспомним Ольмерта, Капитулянта, вспомним многих других. У них ничего не получилось. Я желаю им продолжать в том же духе. Кроме того, что существует зависимость, безусловно, от американской администрации, это правительство впервые в истории Израиля опирается на арабские партии. И потому даже вот сейчас, когда был два дня назад обстрел израильского города Сдерот хамасовскими ракетами, обычно израильская армия отвечает. А на этот раз она промолчала. Очевидно то, что политики утверждают, что в случае этого ответа просто исламская партия Арам может выйти из коалиции. Ну, конечно, они абсолютно заложники арабских партий. И ничего тут нового нет. Жизнь бедных и мало преуспевших в финансовом плане жителей Сдеррота и наших южных границ, она не стоит столько же, сколько жизнь богатых жителей, например, Герцелия, Петулах, Раананы, Ходха-Шарон или Тель-Авива. И цена жителя юга приграничного или приграничного севера, той же Кирея-Шмоне, она намного дешевле, чем цена богатого центра. Вот если бы ракеты падали на Тель-Авив или на Герцелия-Петух, где-нибудь в районе яхт-клуба, я думаю, что, наверное, реакция была бы другой. Но эти люди, им не привыкать. Это ужасно. Но это то, что есть. То есть вы иронизируете, я поясняю нашим... Ну, конечно, я иронизирую тебя, поскольку именно Беннет когда-то критиковал Биби Натанияу за то, что тот недостаточно жестко отвечает, и Беннет говорил «Дин Сдеротке, Дин Тель-Авив». То есть закон Сдерота такой же, как и закон Тель-Авива. И вот по Сдероту ударили, и Беннет промолчал. Так и есть. И промолчит еще не один раз. Вы упомянули Чемберлена, я хочу процитировать Черчилля, который говорил, что после того, как Чемберлен вернулся с обещаниями мира, показав эту бумажку, которую он подписал Гитлером о мире якобы, как раз тогда Черчилль сказал ему, что тот, кто думает, что он сможет скормить своего соседа крокодилу, и крокодил успокоится, ошибается, потому что крокодилу проснется аппетит, и он съест и его, что, собственно говоря, произошло. И поэтому мы понимаем, что умиротворение зла, оно очень опасное. Мы понимаем, что умиротворение зла в данный момент произошло в Афганистане. Я признаю, что я, поскольку был в Иерусалиме и увидел на следующий день, даже нет, это было в тот же самый день, я увидел, как солнце Иерусалима почему-то было закрыто какой-то темной тучей. Я спросил, что это за темная туча? Как это может быть посреди лета темная туча? Оказывается, это пожарище, страшное пожарище, и дым поднялся тучей, закрыл небо. Представляете, что происходило здесь? Я в этот момент сел в машину, и был арабский водитель. И он мне так мило сказал, говорит, это поджог. Конечно, это поджог. Мы знаем, что это поджог. Мы знаем, что это произошло. Я говорю, откуда ты знаешь? Он говорит, потому что если бы это был не поджог, то было бы в одном месте, и сразу потушили. А здесь наверняка подожгли с разных мест, и все разгорелось, и не успели потушить. И сегодня у нас есть сообщение о том, что арестовано двое подростков, которые поджигали здесь Рамут в это же самое время. По-моему, Гевад Шауль арестован еще один человек, который поджигал из ближайшей арабской деревни. И сообщение о том, что несколько найдено мест, которые были подожжены, поскольку в этих местах вообще ни туристов, ни прохожих, ни троп, ничего нет, а поджог есть. Предполагается, что это поджог и еще двеномных. Мне показалось, что это реакция. Может быть, я ошибаюсь. Это местные сторонники Айсиса и Талибана празднуют победу над Нью-Йорком, над Америкой, и выражают им солидарность отсюда. Может быть, это просто мое впечатление человека, пережившего сентамбра 11. То есть я видел 11 сентября из окна. И мы приближаемся к этой дате, и меня как бы ошеломило то, что 20 лет американцы воевали. И вы знаете, я собираюсь обычно с моими друзьями, многие из которых потеряли своих близких 11 сентября. Мы встречаемся каждый раз 11 сентября в парке на Брайтон-Бич. Там есть монумент жертвам именно русскоязычных семей, которые потеряли близких. И обычно выступающие говорят о уроках и о том, что вот то, что произошло, чему это научило. И вот все, что мы 20 лет говорили, все вместе, оно перечеркнуло. Конечно. Это идеология самодеструкции и самоаннулирования. В чем это выражается? В том, что они говорят, тебе не надо думать, кто ты, откуда ты. У тебя нет правды, правда относительно. Идеология морального релятивизма. Нет истины. Нет истины в вере. Нет истины в науке. Нет истины ни в чем. Мы ничего не знаем. Может быть, каннибал, пожирающий людей лучше, чем мы. Это его культура. Он так вырос. Может быть, нельзя есть мед, потому что мы обижаем пчел. Ну и так далее, и тому подобное. Может быть, педофилия – это классно. Почему нет? Все нужно разрешить. И нет ничего, за что нужно было бы, на самом деле, воевать. Конечно, побег. Конечно, капитуляция. Вспомним, как рухнул Рим. Он рухнул под ударами варваров, но сплоченных, объединенных вместе. Можно говорить о Атиле, можно говорить о германских племинарах. Я не хочу грузить наших дорогих слушателей этой информацией. Ненужные и не могущие повлиять на их финансовое положение. Поэтому мне кажется, что Америка сегодня – это, конечно, уже не Брежневский Советский Союз. Это уже Черненко. В Советском Союзе, если смотрите, из Афганистана бегство. Тут бегство тоже из Афганистана. И крах всего, понимаете? Наладан дышащий вот этот президент. И вокруг него вот эти вот ублажатели его. Я не вижу силы. Америка теряет уважение. Это закат империи. И вопрос в том, кто придет на смену. Я хотел бы тогда вернуться к еще одному, может быть, историческому ракурсу и спросить у вас, потому что я знаю, что вы интересуетесь историей, очень много на эту тему говорили, относительно пуштанов. Мы знаем, что вообще пуштанские племена – это Пакистан. Поэтому, по сути, вот это вторжение талибана – это пуштанские племена, которые связаны и с Пакистаном, очевидно, и с пакистанской разведкой, которая поддерживает террор, очевидно, против Индии. То есть тут есть какие-то силы, которые стоят за ними. Пакистан – это также государство, обладающие ядерное оружие. Но, с другой стороны, есть какие-то сообщения, мнения исторические о том, что у пуштанов есть какие-то странные обычаи, какие-то зажигают свечи, то ли там в субботу, или там носят что-то подобное, цицит, какие-то есть как будто имена, подобные каким-то еврейским именам. Есть какая-то действительно связь между пуштанами и евреями? Есть исследование, причем как израильское, на эту тему, так и Симхи Якубовича, это режиссер, религиозный еврей, снявший фильм «Поиск 12 колен». И он там интервьюирует, кстати, израильских раввинов, некоторые, которые приезжали в Афганистан 10 лет назад. Один из них – это известнейший раввин у нас, который занимался именно этой темой. Действительно, у них племена. Племена с еврейскими названиями Шимейни, Гадди, Рувейни и так далее. То есть Шимон, Гад, Руван и так далее. Огромное количество еврейских древних обычаев. Например, невеста с женихом встречаются всегда у колодца. Зажигание свечей в пятницу вечером. Жертвоприношение. Как во времена до постройки храма, когда было разрешено приносить жертву еще на возвышенность у нас. То есть древнейшие обычаи, которые восходят к своим истокам более чем 2800 лет назад, то есть до пленения ассирийцами 10 колен и до падения Израильского царства. Это, конечно же, не может быть совпадением. У них есть традиция, причем в интервью у старейшин, что они являются бану-Исраиль, как они себя называют, то есть сыновьями Израиля. Но об этом тяжело говорить, действительно, Пакистан и Афганистан, но это факт. Потом, ислам у них не чисто ислам, у них какая-то разновидность своя, похожая на ислам, похожая на протоиудаизм. Но никто ими не занимается, потому что их очень много, по разным меркам их может быть 20, может быть 25, может быть 30 миллионов. Статистически тяжело сказать. Если их привезти всех в Израиль, даже такое чудо будет, то они смоют Израиль. И израильские чиновники боятся того, что привезя сюда эту пассионарную группу из раннего средневековья, в лучшем случае, Израиль смоет. Но можно делать постепенно, можно сделать пробно, если они захотят. В общем, конечно, хорошо было бы иметь таких союзников в любом случае. Никто этим не занимается, никому это не интересно. Скажите, пожалуйста, а антисемитизм, то есть ненависть к Израилю, то есть Талибан пришел к власти. Это тот же самый Талибан, как, в общем, пакистанское правительство, которое достаточно настроено антиизраильски. Это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса. Есть мнение, то есть есть, собственно говоря, доказательства того, что Иран кооперировал как с Аль-Каидой, так, в общем, и поддерживал Талибан, хотя это суниты, это шииты. Но с другой стороны, есть противоположное мнение, что сейчас, придя к власти в Афганистане, Иран опасается, того, что Афганистан станет, так сказать, горячей границей для иранского режима, это как раз может усилить Израиль. Тут ничего сказать нельзя точно, понимаете, все будет зависеть от разных центробежных сил. Иран обладает большим количеством наличных денег, которые он имеет от нелегальной продажи нефти. И, в принципе, купить Талибов очень легко. Все это нищая страна, нужны определенные вливания денежные, все будет спокойно. Это с одной стороны. С другой стороны, их может купить кто-то другой и направить против Ирана. Такое тоже возможно. Настолько непредсказуемо все, что я бы не стал тут сейчас гадать, но в любом случае я хочу сказать, что хорошего от прихода Талибов куда меньше, чем плохого. Нам не надо себя тешить мыслью о том, что вот какой-то добрый дяденька из Талибана придет и решит иранскую проблему. Никто ее не решит. Вот сегодня МАГАТЭ сказал, вчера был доклад, что Иран находится без одной минуты в вопросе создания атомной бомбы. Может ли Беннет и Яйр Лапид решить этот вопрос? Ответ очевиден. Нет. Мне кажется, что еще более опасно было бы предложение Байдена, который сказал бы я решу вашу проблему, полагайтесь на меня и все будет хорошо. В этом случае очевидные зелитяне могли бы сказать ему а как дела в Кабуле? Хорошо? В Кабуле все хорошо. Если вы знаете, даже я читал такую аналитику, некоторые люди, политологи пишут, что это такая хитрая многоходовочка Вашингтона, что Пентагон специально ушел, он выглядит слабо. Например, в Вашингтон-Пост есть такие мысли, демократический орган СМИ. Но на самом деле это для того, чтобы ослабить Россию, создать проблемы на российских границах, для того, чтобы ослабить Китай. Видели ли они карту мира? И вот знаете, в кабинете Гитлера был огромный глобус. Он по этому глобусу следил за событиями. Карты, не всегда были карты. Вот может быть, у них тоже огромный глобус, причем устаревший. Может быть, они думают, что Китай, он прямо рядом с Афганистаном находится, и будет очень сильно ослаблен от того, что талибы пришли к власти. Но вот оказывается вот такая вот хитрая многоходовочка и мудрый Байден вот так вот ослабляет две супердержавы, Китай и Россию, выйдя из Афганистана. Есть ли такие мнения? Некоторые, кстати, смеются и ставят фотографию Байдена и говорят «Make Afghanistan great again». Так сказать, его слоган. То есть, если у Трампа был один слоган «Make America great again», то как бы у Байдена получилось нечто другое. И, знаете, хотел бы вернуться к началу нашего с вами разговора, где вы высказали мысль о том, что вот еще Наполеон говорил о том, что побеждает не количество воинов. Некоторые говорили, кстати, что присутствие Наполеона в армии, когда вот и про солдаты знали, что Наполеон тут вместе с ними, оно приблизительно равнялось дивизии, то есть 10 тысячам бойцов на поле боя. Сам факт, что Наполеон тут, он поднимал, так сказать, дух войска, что равнялось как минимум 10 тысячам дополнительных солдат на поле боя. В этом смысле я как бы вот отвечаю на вопросы удивленных журналистов, которые и политиков, безусловно, застатых врасплох специалистов, так сказать, по национальной безопасности США, которые говорили, что у нас тут еще там 3 месяца как минимум и вообще совершенно не обязательно, что Талибан победит. Но тем не менее, хочу вернуться к такому интересному месту в Торе, где говорится, когда выйдешь ты на войну, то там есть закон, что вот если есть среди вас человек, который трепещет сердцем, который боится, то он должен уйти, то есть ему разрешается встать и уйти. Ну, можно уйти. И там, естественно, возникает вопрос, что, а вот как-то так ему можно уйти, ведь ослабеет армия без него. А другие говорят, да потому, что если он побежит, то побегут за ним, стоящие рядом, и он своим страхом может, так сказать, сокрушить армию. То есть один побежавший воин может обратить в бегство армию. И поэтому, хотя это кажется как бы нереальным, почему такого рода закон. И есть другая сторона у этого же закона. По-моему, рабе Акива говорит, что речь идет не о человеке, который боится оружия врага, а боится собственных грехов, то есть собственной слабости духовной. И потому говорят, что если человек не верит в правоту своего дела, то есть во имя, чего он живет, и во имя, чего он готов умереть, то он не бойит. Абсолютно согласен с этим. Понимаете, когда люди не верят ни во что святое, когда нет ничего святого вообще, когда, может быть, Бог есть, может быть, нету, оба взгляда правы. Может быть, есть мораль, святость, честь, достоинство, а может быть, нету. Может быть, хорошо убивать людей и есть их, а может быть, не очень хорошо. Когда нет никаких ориентиров, когда детям прививают абсолютный релятивизм ко всему, Родная сестра живет в Австралии, в Мельбурне. И там, когда начался коронавирус, реакция австралийского общества, гигантские колоссальные очереди выстроились и драки были за туалетную бумагу. Вот и все. Вот то стоическое спокойствие, которое было у израильтян перед этой эпидемией, пандемией, его не было во многих западных развитых богатых странах. Там шок, ужас, отсутствие веры в хорошее. Вот это вот создается вот этой идеологией. Такие идеологии, как левая идеология, она не может создавать ни воинов, ни борцов. И не создает. Она создает вот такие бегущие армии. Позорище. Я хочу упомянуть слова царя Давида. Было бы интересно, как вы откомментируете. Особенно в свете уже израильской политики сегодня или будущего Израиля, который нужно защищать и за него бороться. Царь Давид говорит, они шалом, я мир. Укшадабер, но когда говорю о мире, хемли мелхамам. То есть вообще продукция израильской политики заключается в том, что левые воюют не потому, что они хотят воевать, потому что они говорят о мире, поэтому враги с ними воюют, и левые вынуждены обороняться. А правые заключают мир, потому что когда они не говорят о мире, то вот как раз возникает, например, как с Биби Натаньяу заключили мир арабские государства, это пример. Но в связи с этим у нас есть интересное благословение того же царя Давида, который сказал, И здесь тоже, наверное, двойное дно у этих слов. Первое, это то, что, ну, по-русски мы это говорим, хочешь мир и готовься к войне. То есть то, что предотвращает войну агрессора, это твоя сила. Если ты ослабил себя, то ты просто вызываешь огонь на себя этим. Поэтому, в первую очередь, храни свои силы, если ты не хочешь, чтобы на тебя нападали. Но в более глубоком смысле это, наверное, не противоречие вот этому первому уяснению, а просто суть его в том, что мудрецы говорят «эйн оз эла тора», то есть настоящая сила – это только сила тора, сила духа. И если эта сила духа присутствует, то тогда и присутствует богословение мира. Конечно. И одна из больших проблем Израиля – то, что все светские школы Израиля Тору не изучают. Они изучают только чуть-чуть Танах, для того, чтобы получить сертификат об окончании школы, изучение Танаха. То есть Торы, пятикнижие, описание пророков, но не более того, они не знают, что такое Мишна, они не знают, что такое Талмуд, даже на уровне введения это не изучается. То есть у нас такая вот такая интересная саддукейская система образования, я бы ее назвал. Это древняя секта была раньше для наших слушателей, которые верили только в Писание, ну, как караимы сегодня, их духовные ученики, но не в Талмуд и не все остальное. Нет изучения Торы, нет ничего. Да, да, печально, но я надеюсь только на Всевышнего. Я не надеюсь на человека, как сказал тот же сам, тот же царь Давид великий наш. Но он же сказал, счастлив тот, кто полагается на Всевышнего, да, поэтому мы полагаемся на Всевышнего. А с другой стороны, мы знаем тоже неплохую пословицу, которая говорится, на Бога надейся, а сам не плашай. Поэтому мы надеемся на вас, на ваши слова, на то, что вы живете в Святой Земле и продолжаете вдохновлять и свою семью, и своих друзей. Поэтому нам остается надеяться и на силу духа нашего народа, и на все-таки, так сказать, Министерство обороны и Израильскую армию. Явно не на, так сказать, поддержку Запада. То, что говорит, Запад нам поможет. Мы видели, что Израилю, скорее всего, полагаться остается только на самих себя сегодня. Ну, вы знаете, как вот эта известная российская поговорка, которую любят российские патриоты, да, что у России нет друзей, только армия и флот. Вот про Израиль то же самое можно сказать абсолютно верно. Вот такие друзья – это полное разложение. Вы знаете, сегодня я смотрю, из всех западных партнеров наших только Борис Джонсон остался в Англии, и лидер Венгрии, и, в принципе, все. Итак, я хочу благодарить вас. Надеюсь, все-таки, что наш еврейский оптимизм и наша вера неистрепимы. И поэтому будем надеяться все же и на Всевышнего, и на наш народ, и на наши силы. Хочу пожелать вам в Новом году всего самого хорошего, чтобы вы и ваша семья были записаны в книгу праведников, в книгу жизни вместе со всем народом Израиля. Спасибо большое. Аналогично желаю вам всего самого-самого доброго и всех благословений. Спасибо. 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 Спасибо.